Многие мечтают о собственном жилье с добротным ремонтом. Только вот в России в последнее время недвижимость выросла в цене. Да и стройматериалы подорожали. Почему так происходит и как наиболее выгодно обзавестись квадратными метрами? Узнаем у специалистов. Цены начали расти два года назад. Для примера, в Ульяновске еще в 2020-м 40-метровую квартиру в Крущевке близ центра города можно было приобрести за 1 миллион 600 тысяч рублей. А этой зимой подобные апартаменты продаются почти за 2,5 миллиона. Метры новостроек тоже подтянулись за вторичными собратьями. В 2020-м в среднем цена за квадрат была примерно 60 тысяч. А в этом году сумма выросла до 85-100 тысяч рублей. Взлет цен произошел в период самоизоляции, когда россияне начали массово скупать загородные участки и строить дома-убежища. Рынок вторички догонит рынок первички. Он уже сейчас стартанул. Причем именно в январе достаточно сильный сдвиг произошел. В сторону повышения цен именно на вторичном рынке. Потом довольно немного закладывается новых домов. Сейчас спрос все-таки будет снижаться из-за того, что и покупательская способность падает наших клиентов. Рост заработных плат не происходит. Но в нашем регионе это точно так. Кроме того, в этом году стало сложнее оформить ипотеку. В связи с инфляцией Центробанк России поручил остальным банкам ужесточить политику. А это значит, что уменьшение первоначального взноса не предвидится. Наблюдается и рост процентной ставки. Еще большую роль играет кредитная репутация заемщиков. Сейчас скрыть информацию о займах сложнее, чем пять лет назад. Так как сейчас существует бюро кредитных историй, в которых ведется кредитная история каждого человека. И многие люди для себя обнаруживают, что они когда-то брали какой-то телефон или какие-то микрокредиты, микрозаймы и не выплатили их. И сейчас коммерческие банки отказывают им по причине того, что у них такие долги. Они считают их забросовестным заемщиком. Согласно данным мониторинга Национального объединения строителей, цены на стройматериалы взлетели в 2-3 раза. Это коснулось недавних покупателей квартир и домов. Люди с ипотекой все чаще не могут закончить ремонт, потому что не хватает денег. Ульяновец Александр приобрел квартиру в строящемся доме в 2020-м. Годом позже дом сдали, Александр забрал ключи и начал наводить уют. Купил кафель, штукатурку и сантехнику, но дальше дело не продвинулось. Очень стало все дорого, прям не хватает ни на что. Поэтому уже год никаких результатов нет. И таких много, и мы недовольны. Ну после уплаты там всяких ипотек за коммунальные услуги. И просто уже почти на жизнь не хватает. Остается мало. А уж на ремонт вообще. А застройщики тоже вынуждены больше вкладывать в металлические конструкции, бетонные полы и отделку. Компании одновременно строят десятки домов и материалы закупают оптом. Поэтому покупать жилье с ремонтом под ключ сейчас выгоднее, чем варианты с голыми стенами. Объем квартир, которые мы отделываем в двух домах, составляет практически 600 штук. Как вы понимаете, у нас идут крупнооптовые закупки, что позволяет нам экономить на себестоимости всех материалов. То есть условно говоря, тот материал, который мы покупаем за 400 рублей квадратный метр, для конечного пользователя будет выходить дороже, чем 1000 рублей за квадратный метр. ЦИАН прогнозирует, что в этом году цены на новостройки и вторичку стабилизируются. Продавцам недвижимости, считают эксперты в сфере строительства, необходимо подготовиться к тому, что рынок уже перегрет и резкого роста стоимости объектов не произойдет. По данным дом.рф, в регионах ценник на жилье не выйдет за рамки инфляции из-за низкой активности покупателей. А в отдаленных районах страны жилье и вовсе может подешеветь.